Как мы уже сообщали, внушительная группа молодых и одаренных в рамках проекта «Дружба», реализуемого Союзом молодежи Узбекистана и Туренским агентством по сотрудничеству и координации, находится в Стамбуле. Программа мероприятия вобрала в себя знакомство с историей, теоретические и практические семинары, посещение госучреждений и крупных предприятий. Особенности ведения бизнеса в Турции в репортаже нашего корреспондента. Взаимоотношения Узбекистана и Турции переживают свое перерождение. Импульс для процесса задали инициативы президентов двух стран. Перспективы сотрудничества затрагивают сегодня все сферы. Особая роль в них принадлежит молодежи. Они и стали главными участниками семинар-тренингов, охвативших три направления. Предпринимательство и успех в нем объединило представителей сферы и профильных педагогов. Темы докладов раскрыли аспекты национальной экономики Турции и тенденции наращивания отношений с Узбекистаном. Отмечалось, важнейшими составляющими развития предпринимательства являются идея, во-вторых, инвестиции и коммуникации, то есть связи между участниками бизнеса. В данное время большая часть производимых наших товаров реализуется на рынках СНГ. Вместе с тем в европейские страны они экспортируются в качестве полуфабрикатов. А если мы будем поставлять готовую продукцию, то прибыль возрастет в четыре раза. Внедрение евростандартов на наших производствах положительно отразится на конкурентоспособности выпускаемой продукции. Второе направление тренингов посвятили вопросу массовой и социальной информации. Модераторами выступили специалисты агентства «Анадолу». Повышенное внимание было уделено вопросам информационной этики, безопасности, особенно в интернет-сегменте. Среди тем третьего мероприятия – развитие инженерной мысли, зарубежной инвестиции и технический проект. Участникам был представлен опыт, результаты привлечения и внедрения инновационных технологий в самых разных направлениях инженерии, на примере развитых зарубежных стран. Большой интерес у молодых узбекистанцев вызвала тема «Технический проект» и порядок его моделирования. Стоит отметить, что каждое из трех направлений состоявшихся семинаров было насыщено на обсуждение и позволило сторонам существенно расширить кругозор.